Ну и конечно же хочется начать о ударе по аэродрому в Курской области, который обговаривается сегодня всеми нашими средствами информации. Появилась информация более подробная. Этот удар осуществлялся военной контрразведкой службы безопасности Украины. То есть видите у нас наши спецслужбы уже разворачивают, практически открывают второй фронт на территории Рашистской Федерации. И что касается СБУ, они кстати проявляют большую активность. Надо отдать должное службе в том, что за последнее время несколько таких знаковых событий, знаковых операций, которые они провели на территории, либо оккупированной территории, либо на территории Рашистской Федерации. Итак, это был удар по 126-й бригаде Черноморского флота, помните, да, населенный пункт Перевальная. Причем там была массированная атака беспилотниками и как оказалось, что беспилотники довольно успешно отработали по этой базе, по этой бригаде точнее. И состав с боеприпасами подорвали, сдетонировал, десятки единиц техники повреждены в результате взрывов, ликвидировано значительное количество личного состава врага, там счет идет на десятки, причем как убитых, так и раненых. Вот. И вторая операция это удар по аэродрому в Курске. Тут очень интересная такая ситуация. Естественно, российские средства массовой информации сообщили о том, что все беспилотники сбиты и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. А в результате оказалось, что беспилотников было, ну по некоторым данным, 16 и 13, как минимум 13 из них достигли целей. Кстати, это подтверждают местные жители Курска, потому что некоторые активисты насчитали 12 взрывов. В результате этих 12 взрывов получается, что практически все беспилотники достигли своей цели. В результате этих 12 взрывов, насчитанных местными жителями, 4 самолета Су-30 и 1 самолет МиГ-29. Это те самолеты, которые работают на переднем крае, которые сбрасывают бомбы, которые обстреливают наши позиции. И что примечательно, досталось и охранным системам самого аэродрома. Радары комплекса С-300, пораженные дронами, и два комплекса Панцирь-С. Это новейшая разработка расистов, которая, кстати, один из панцирей, я напомню, стоит на крыше Министерства обороны. Расистов в Москве и пытается закрывать небо именно над зданием Министерства обороны. Потому что у него дальность действия 5 километров максимально. Вот. Два комплекса Панцирь. По 15, по-моему, миллиона. Они очень дорогие эти комплексы. И они так гордились ими. Ну, видите, дроны прилетели и комплексов больше нет. Вот. Спокойно проводят операции наша служба безопасности Украины. И мы вот, слава богу, есть возможность узнавать эту информацию, доводить до общества, что служба ведет, у них, кстати, 90% успешность операции. И когда мы говорим вот о тех операциях, которые она провела, я имею в виду служба безопасности, это Крымский мост, две успешных атаки, в результате которых он действительно был поврежден. Это в Севастопольской бухте Адмирал Макаров фрегат. И другие суда. В Новороссийске это Оленигорский горняк. В Керченском проливе это Танкер Синк. Ну, и вот теперь бригада, 126-я бригада в Перевальном, Крыму. И теперь вот аэродром в Курске. Так что, ну да, наверное, надо вот этот... Я бы уже в поддержку службы безопасности сказал бы, что... Ну, поддержал бы тенденцию Василия Малюка о том, что превратить ССБУ в наш украинский МОСАД. И сегодня мы мстим врагу за... и громим его на его же территории, на всю глубину досекаемости наших огневых средств. Неважно, это беспилотники, это ракеты, которые могут появиться, кстати, в составе вооруженных сил Украины. И мы об этом сегодня еще говорим. Но, тем не менее, вот такие вот сложные операции с такой тщательной подготовкой. Кстати, глава службы Василий Малюк лично курирует такие масштабные операции, которые готовит ССБУ. Естественно, это все нацелено на максимальный результат. Ущерб врагу уже исчисляется миллиардами долларов. Если в денежном эквиваленте оценивать потерю техники вооружения и личного состава в том числе. Вот. Ну и, соответственно, работают на нашу победу. Вот такая вот интересная операция была проведена. Служба безопасности в районе города Курск. И обратите внимание, ни одного сообщения в результате операции о том, что пострадали гражданские. Военный аэродром? Да. Абсолютно легитимная цель. И откуда летают самолеты, которые, кстати, обстреливают наши гражданские объекты и убивают наше гражданское население. Поэтому вот такая вот ситуация. Далее, помните, Балкер Примус. Это сухогруз, который с февраля месяца находился в Одесском порту и несколько дней назад вышел из порта и пошел в направлении пролива Босфор. Он прекрасно дошел, так что зеленый, Украина последовательно доказывает, что зеленый коридор может работать без участия Рашистской Федерации. Он прекрасно вошел в территориальные воды Румынии. Ну и дальше, так как я вам рассказывал, Румыния, Болгария, Турция и пролив Босфор. Все. Дальше уже в Средиземном море, там, ну даже уже зайдя в пролив Босфор и Дарданеллы, это судно находится в безопасности и под охраной международного права. Россия только в акватории Черного моря пока развивает, развивает вот это, или поддерживает вот это вот пиратство. Кстати, вот о ракетах, о которых я вам говорил чуть ранее, президент Зеленский вчера в ходе обращения сказал, что мы наращиваем, увеличиваем производство, наращиваем выпуск стугны нашего тяжелого ПТРК с дальностью пуска до 5 километров, выпуск корсаров, это ПТУР, легкий пехотный ПТУР с дальностью 2,5 километра. И ракет Нептун, я так понимаю, что да, возможно на какой-то экспериментальной базе налажено производство этих ракет, и слава богу, что так. И вполне возможно, что Нептун еще появится и в классе Земля-Земля. Это было бы вообще прекрасно с дальностью, ну пока он летит на 200 километров, там у него 185 гарантирован, ну будем надеяться. Кстати, главный конструктор КБ Луч говорил, что есть возможности, что они работают над тем, чтобы увеличить дальность пуска ракеты до 390 километров. Так что ждем стугны, корсары, Нептуны, все это наращивается производством. Мы выпустили уже в первые полугодия, выпустили больше, чем во всем 22 году, если брать данные за весь год. Также надо отметить здесь, что мы наращиваем эффективность наших беспилотников. Сегодня можно констатировать, что 35-40% наших беспилотников достигает до своей цели. Несмотря на все радиолокационные странцы, средства радиоэлектронной борьбы, постановщики помех и всего-всего остального, наши, включая и наши беспилотники, спокойно преодолевают эти все препятствия. И, видите, почти половина достигает цели. Это очень-очень хорошая, очень положительная новость. Соединенные Штаты планируют поставлять Украине кассетные боеприпасы для реактивной артиллерии. Аллилуйя! Наконец-то мы дождались, что у нас будет кассетка для наших Хаймарсов и для РСЗО М270. Это очень важно, потому что, если мы получим кассетный боеприпас и будет дальность не 30-40 км, как сегодня ствольная артиллерия ведет огонь, а еще и до 75 км мы сможем кассетным боеприпасом поражать групповые цели. Кассетный боеприпас предназначен для поражения групповых целей. А это скопление техники, это расположение личного состава, это районы хранения боеприпасов, топлива и всего остального. Понимаете? Когда летит один снаряд, это одно. Когда этот снаряд раскрывается в качестве кассеты, оттуда вылетает почти, ну чуть меньше сотни, там 70, ну вот в 155-мм снаряде осколочно-фугасных субэлементов 70, 72, по-моему, если не изменяет память. А в снаряде калибра 227 мм, это Хаймарс, это калибр РСЗО, вот, то представьте, там будет больше сотни этих субэлементов. И расход боеприпасов резко падает, а вероятность поражения цели, выведения ее из строя резко возрастает. А если еще будет кассетник с вот этими вольфрамовыми шариками, который может бороться с бронетехникой, то это будет, конечно же, огромное подспорье нашим войскам на любом оперативном направлении, где будут применяться эти боеприпасы. Так что, Washington Post пишет, что вот эти кассетные боеприпасы для систем Хаймарс, для РСЗО, точнее, для РСЗО М270 и Хаймарс, они сегодня пользуются наибольшей поддержкой среди политиков и чиновников администрации Джо Байдена, администрации Белого дома. Так что, ожидаем, что они могут скоро появиться. Ну, не могу не озвучить для вас ракеты. Наличие ракет в Российской Федерации, вот наша разведка поработала и замглавы Главного управления разведки Пан Скибицкий огласил вердикт нашей разведки. На сегодняшний день Российская Федерация имеет как минимум 585 ракет. Ну, я вам скажу, что это уже практически шкрябает по дну. Почему? Потому что, вспомните, они начинали там, только калибров было больше тысячи. А теперь, из этих 585 ракет Искандер около 270 единиц. Калибры ориентировочно 140 ракет всего лишь, поэтому их, видите, так мало выпускают. Общее количество Х-101, Х-555 или Х-55 около 100 единиц ракет. Кинжалов около 75 единиц ракет. Там сегодня спрашивали, я еще скажу, 75 ракет. Но кинжал в последнее время практически не применяется. Миги взлетают, регулярно взлетают, но кинжалами они не бьют. И мы об этом в третьей части, в комментарии, я скажу, почему, на мой взгляд. Далее, данные приведены, единственное, без учета ракеты Х-22, которая 600 километров ее дальность, помните, да, жидкостная ракета, ее в основном носитель Ту-22М3 является, это старая советская ракета. Они сегодня пытаются ее переделывать в Х-32, то есть немножко модернизировать с увеличением дальности. Но она очень капризная, она неточная, она самая неточная, у нее плюс-минус 300 метров. Она может гулять от цели, это противокорабельная ракета, но она может по объемным целям или по большим объектам, может применяться. Мы знаем опыт ее применения на Панам. Вот, и у нее проблематично с ее заправкой. Их очень много, вот тут даже не приводится их количество, этих ракет, потому что Советский Союз их наклепал, Соединенные Штаты производили авианосцы, Советский Союз клепал вот эти ракеты Х-22. Ее создавали вот под борьбу с авианосцами, называли даже убийцей авианосцем. Ну и тут не учтены данные того, что Россия на сегодняшний день может выпускать примерно до 100 ракет в общей сложности разных типов самостоятельно, за счет серых схем. Кстати, готовится опять пакет санкций, который должен ужесточить санкции за нарушение санкций. Она вот, извините за тавтологию, но Соединенные Штаты и Европейский Союз трактуют это именно так. За вот обход санкций они хотят усилить наказание, скажем более простым языком. Вот такая вот. Ну и вишенкой на торте сегодняшнего обзора я бы сделал сообщение о том, что в Турцию прибыл крупнейший в мире авианосец Джеральд Форд. О чем это говорит? В восточной части Средиземного моря проводились учения американскими и турецкими боевыми группами. Главная цель учения – повышение оперативной совместимости стран, а также безопасность в море. После проведения учений авианосец не ушел. Это не ушел на какую-то базу, а именно прибыл к берегам Турции. То есть стал недалеко от пролива Босфор. Там, кстати, уже публикуют в турецких пабликах, социальных публикуют фотографии, видно, красивые. Это самый крупный в мире. Его полное водоизмещение 112 тысяч тонн. На борту находится 90 летательных аппаратов. Это включает в себя самолеты. Он оснащен разными типами самолетов. И F-35 у него есть палубный вариант. И F-18 палубный вариант. И самолет дальней радиолокационного обнаружения. То есть летающий авакс. И вертолеты есть у него, и есть у него беспилотники. Но! В чем фишка? Дело в том, что авианосец никогда не ходит один. Он ходит в составе авиационной ударной группы. Авиационная ударная группа может состоять где-то приблизительно от 20 до 30 плав средств, который включает в себя корабли, боевые корабли, подводные лодки и судно обеспечения. Там во главе идет, и это, как правило, называется, кроме АУК, авиационная ударная группа, Она формируется на базе вот такой вот эскадры или дивизии кораблей. Причем авианосец сопровождает, боевых кораблей сопровождения может быть где-то 8-10. Вокруг авианосца, в составе этих боевых кораблей могут быть подводные лодки многоцелевые. Они обязательно есть, как минимум 2-3 лодки сопровождают вот эту всю группу. И порядка до 10 могут доходить корабли, судно обеспечения. Там идет даже плавучий госпиталь, там идет несколько танкеров для заправки судов. Ну, авианосец у него, кстати, у Джеральда Форда, он новейший. Он в 17-м году был поставлен в строй, принят на вооружение и передан в МС Соединенных Штатов. У него 2 атомных реактора, он самый мощный. И у него замена стержней атомных реакторов через 50 лет. Автономного плавания 120 суток. Экипаж там, по-моему, 4,5 тысячи человек. Там, кстати, они добились на 500 меньше. Так вот, дальний радиус, боевой радиус действия самолета может достигать до практически 500 километров гарантированных. С дополнительными подвесными баками может достигать до 1000 километров. Они могут вести боевые действия. Но в составе, есть эсминцы в составе боевого охранения. И вот эти эсминцы вооружены ракетами «Тамагавк». Дальность ракеты 2,5 тысячи километров. Я так подозреваю, что вот это событие, оно не просто так происходит. Это для, на всякий случай, для безопасности в преддверии проведения саммита. Осталось тут чуть больше 10 дней, 12 дней. 9-10 сентября в Дели проходит саммит G-20. На этот саммит приглашен Путин. И, соответственно, для того, чтобы Россия понимала, с кем она имеет дело, я думаю, что Соединенные Штаты для обеспечения каких-нибудь, для предотвращения каких-либо выпадов со стороны Рашистской Федерации поставили перед тем, как отправить ее домой. Или она входит, кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, в состав 6-го флота США. Вот. Ну, прежде чем отправить на базу, они эту группу подвинули, авиационную ударную группу, они подвинули максимально к северному побережью Средиземного моря. В черное они зайти не могут, потому что Черное море безъядерная зона, они не нарушают международное право, в отличие от Рашистов. Вот. Ну, вот такая вот группировка стоит с кучей ракет. Ну, один, чтобы вы понимали, один эсминец, это 3 залпа Томагавка, это 96 ракет. То есть, с дальностью 2500 километров. Я не думаю, что готовы там развязать или наносить удары по, допустим, территории Рашистской Федерации. Но, допустим, по территории оккупированной части Украины, по военным базам России, для того, чтобы показать всю мощь американского или западного вооружения и никчемность в этом случае рашистского вооружения, потому что, ну, я сомневаюсь, что Томагавк может перехватить комплекс С-400. Сомневаюсь. Очень даже сильно. Вот. Тем более, что мы даже не видим, до сих пор не можем увидеть, сколько уже война идет, до сих пор не можем увидеть боевого применения комплекса С-400, чтобы оценить его эффективность. Все пока только на бумаге. Вот такое вот очень важное, на мой взгляд, событие. Это присутствие авиационной ударной группы во главе с новейшим и самым крупным в мире авианосцем Джеральд Форд у северных берегов Средиземного моря, неподалеку от пролива Босфор. Продолжение следует...